медведев считает политику запада оборзевший о как такое оборзели они такое писать карл там такой может мне делать не нагибаюсь своим большим брать всегда в шобле есть такой самый как сказать суетной самый суетного там протрезвел и начинает что-то там быковать рассказывать да говорит что ситуация хуже чем во времена холодной войны что не ввели санкции сша не вводили против никита хрущева против леонида брежнева то есть поэтому значит относятся они запада относятся хуже к хрущеву чем к хрущеву к ним вот к медведю я так понимаю запада сносится к нам хуже чем к хрущеву и брежнев к нам это кому к медведю к путину давайте вот посмотрим интересные вещи хочу показать вот пиджачок за пятьсот тридцать тысяч рублей да том форт а тот мужик в пиджаке вот это вот чмо да а в пиджачке за пятьсот тридцать тысяч рублей столько сколько сейчас жигули наверно там стоит ну я не знаю ну наверное столько стоит можете себе представить что у брежнева такие пиджаки были у хрущева да посмотреть ну смешные конечно штаны были у хрущева и помните черчили когда спросили что там хрущев туфлей стучал в трибуне он сказал что в английском парламенте и вообще дрались но то что вот с голубым костюмом канареечные туфли это конечно мавито вот понимаете но это дело вкуса хрущева а эти жвары и жулики это сволочь конченая даже капиталистический мир воспринимает их как конченных подонков даже капиталист которые вроде там жажда наживы и прочее 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 но не до такой степени какой этих мразей понятно что к ним относятся хуже чем относились к врагам к реальным своим врагам хрущеву брежневу гораздо хуже кадыров стал самым богатым губернатором россии по официальным значит данным он задекларировал 381 миллион рублей какие-то там 28 тысяч квадратных метров участке 3668 28 тысяч квадратных метров в жилой площади 2344 квадратных метров в общем калиф до калиф такой местный ну или скорее сатра то есть а там сатрапия так сказать путинская но не указал он источник дохода но он говорил что ему аллах деньги дают ну наверное аллах дал ему столько денег что он 381 миллиона рублей заработал володин призвал дать оценку распаду и сэссеры назвать имена предателей страны и намекнул что элита смогла извлечь экономическую выгоду от развала страны такую экономическую мыгоду как извлек володин или как кадыров или как медведю как путин такую экономическую выгоду все эти извлекли 1998 году обвиняет в В развале. Артист, блин. Их и артист. В то время, когда разваливали Советский Союз, он в ладоши аплодировал. Он был впереди планеты всей. Он делал всегда так, как выгодно именно в тот момент. Спросите этого Володина. Я думаю, в трибунале его спросили. Когда Советский Союз развалился, ты чем занимался и что ты делал? Да на низовухе разваливал Советский Союз, как приказали. Что делать? Машка Захарова завела телеграм-канал. Все, наверное, должны броситься подписываться на эту дуру. Захарова. Высылка дипломатов из Чехии противоречит Венской конвенции. Конечно, да. Они в соответствии с Венской конвенцией взрывают склады на территории Чехии. А высылка дипломатов противоречит. 5 баллов. Такая молодец. МИД России рассказали, что Северный морской путь лучше Суэцкого канала. Конечно, лучше. Северный морской путь осваивает Китай, поэтому это лучше Суэцкого канала, поскольку путинцы работают на Китай. отец. отец. Продолжение следует...